Белгород под обстрелом. Это одна из сильнейших атак с начала полномасштабной войны России против Украины. Есть погибшие и пострадавшие. Потом зашли в подъезд. И вот что потом произошло, когда мы были в подъезде. Вот тебе и прицентр. В черте Белгорода находится оружие, которым российская армия наносит удары по Украине. По версии Минобороны РФ, ракеты и большая часть снарядов, которые летели в город, были перехвачены. Но, судя по опубликованным видео, в городе сдетонировали боеприпасы весом взрывчатого вещества 50-100 килограммов. Еще несколько видео показывают, что часть разорвавшихся боеприпасов была снабжена готовыми поражающими элементами. В частности, это могли быть нештатно сработавшие ракеты российского ПВО. В Белгороде запустили систему ракетной опасности. Всех жителей призвали спуститься в укрытие. Правда, очевидцы сообщают, что сначала увидели дым и услышали взрывы, а воздушная тревога сработала намного позже. Местные также рассказывают, что МЧС разослала сообщение об обстреле с призывом перекрыть газ и воду, взять вещи первой необходимости и спуститься в укрытие уже после взрывов. Также выяснилось, что многие укрытия опечатаны и закрыты на ключ, и горожане не смогли туда попасть. Тем временем, в какое укрытие мы должны спускаться? Хороший вопрос. Сейчас в Белгороде ракетная тревога. Смотрим. Другое укрытие. Князя Трубецкого, дом 26А. СМИ сообщают, что власти Белгорода намерены ввести в городе режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий обстрела. Это уже второй обстрел города за два дня. Вечером 29 декабря местные власти сообщили, что на подлете к Белгороду якобы были сбиты несколько воздушных целей. Продолжение следует...